Приветствую вас, друзья! Меня зовут Дарья, я художник. На моем канале уже вышло одно видео, один видео-урок. Мы с вами писали картину с Пинтереста, популярный сюжет. И, как я обещала, если то видео наберет 100 лайков, то я выпущу следующий урок. Так что мое видео набрало уже больше 100 лайков, поэтому сегодня выйдет для вас новый урок. Мы будем с вами писать вот такой, создавать вот такой декор, такую вот интерьерную картину. Это такой некий абстрактный цветок, полностью белый и с использованием текстурной пасты и золотой краски. Сейчас картины с использованием текстурной пасты пользуются особой популярностью. Это прям такой тренд. И на примере этого урока я покажу вам, как с ней работать. И вы можете этот навык масштабировать, пробовать на других форматах. Здесь у нас круглая заготовка, можно создавать на квадратных холстах. В общем, по-разному экспериментируйте. Я вам расскажу, какой фирмой текстурной пасты я пользуюсь. Вы можете выбрать другую. В общем, покажу, как я работаю на примере вот такой маленькой симпатичной картины. Для этой картины у меня есть вот такая вот заготовка. Она толщиной примерно 2 сантиметра. Для картин я беру именно такую толщину заготовок, потому что они хорошо будут смотреться на стене. Если взять совсем узенькую, в несколько миллиметров, в 5 миллиметров, то она будет просто очень плоско смотреться и некрасиво. Такой вот объем, вот такой вот объем, он создает дополнительную стоимость изделию. Это самая обычная заготовка. Она даже не дерево, она ДВП. И самый первый этап, это обязательная грунтовка. Потому что если мы не будем грунтовать, не прогрунтуем наше изделие, то текстурная паста просто отвалится. У меня вот такой вот грунт сонет. Я сейчас его на палитру выложу. Не забывайте, что когда вы работаете с акрилом, все материалы обязательно нужно класть в воду. У меня рядом есть такая мисочка с водой. Я обязательно туда это все кидаю, потому что акрил очень быстро высыхает и может испортить ваши кисти. Вот у меня такая широкая вот штучка. Я туда все бросаю, чтобы кисточки не сухли, чтобы мастихин не засыхал. Чтобы закрасить, загрунтовать, закрасить нашу ДВПшку. Я беру широкую кисточку, потому что широкой кисточкой делать это все намного проще. У меня часто спрашивают размер кистей. Ну вот это вот номер 20, например. Но они бывают разные. У разных производителей нумерация, она разная. Поэтому не факт, что номер 20 у всех будет одинаковый размер. Она такая достаточно широкая. Вот можете посмотреть по сравнению с большим пальцем. И начинаем вот так вот покрывать нашу заготовку. Обязательно нужно будет сделать несколько слоев. Потому что базовый материал достаточно такой рыхлый. И перед тем, как наносить следующий слой, нужно обязательно дать высохнуть. Иначе, когда вы по непросохшему слою будете наносить второй слой, то он может скатываться. Здесь нам не нужна идеальность, в принципе. Но желательно не оставлять таких следов от кисти. И, конечно, обязательно мы прокрашиваем боковинки все. Этот грунт быстро сохнет, поэтому вполне вероятно, что когда вы дойдете до противоположного конца, с другой стороны он уже высохнет. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вот и все, первый слой готов Сейчас нам нужно дать немножко времени, чтобы он подсох И будем наносить второй слой Второй слой наносится точно так же на всю вот эту поверхность и на торцы Ну что, первый слой высох, теперь нанесем второй слой Я достаю кисточку из баночки с водой и обязательно я убираю всю лишнюю влагу с нее Чтобы влага не разбавляла наш с вами грунт Добавил субтитры DimaTorzok И точно так же пройдемся по торцам Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Немножко вот здесь, когда я красила торцы, получилось, что краской я заехала на лицевую сторону. Можно еще раз так покрыть. У меня тем более остался грунт, поэтому я вот так его распределю. И потом можно уже будет приступать к текстурной пасте. Добавил субтитры. Все, теперь нужно дать хотя бы час нашей заготовки для высыхания и потом приступим к текстурной пасте. Ну что, друзья, наша с вами заготовка высохла. Теперь мы приступаем к текстурной пасте. Я чаще всего использую вот такую фирму. Мне она нравится, но можно взять и другую. Конечно, на начальном этапе вам не обязательно такую большую банку покупать. Можете взять небольшую банку. Так, мастихином. Кстати, вот мастихином такой вот кругленький у меня. Вот примерно вот такого размера. Чуть больше, чем мой большой палец. У него номера нету никакого, поэтому я вам не подскажу, какой это размер. Накладываю пасту текстурную вот сюда. Я называю ее текстурной пастой, но на самом деле в строительном магазине она называется шпатлевка. Она называется универсальная шпатлевка для внутренних работ. Много всяких разных фирм есть. Я особо по этому вопросу не заморачиваюсь. Я вот такую попробовала. Мне она нравится. И ее, собственно, и использую. Я решила использовать вот такой мастихин. Самое главное, чтобы мастихин у вас был мягкий. Возьму некоторое количество пасты, вот так вот наберу на мастихин. И попробую вот сюда его. Лишнее убираю. Получается вот такой вот лепесточек. Можно подправить. Так, смотрим. Опять лишнее то, что выступает. Подправляю. 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 Продолжение следует... 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 Так, хорошо. Добавим немножко объемчика. Вот здесь я поправлю. Так, и вот здесь тоже добавлю. Так, и вот здесь тоже добавлю. Так, ну что, идем дальше. Пока наша шпатлевка не высохла, будем двигаться дальше. Так, хорошо. 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 Так, ну что, этот слой у нас готов. Сейчас я кисточкой подправлю. Так, хорошо. 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 лишнее все уберу тоже чтобы для второго слоя у меня осталось место так буду теперь я продолжать сейчас посмотрим что у меня будет получаться навсегда с первого раза получается вот Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, возьму опять кисточку И немножко краешки подровняю Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, теперь надо перемещаться ближе к центру Добавил субтитры DimaTorzok И я думаю, что здесь я просто нанесу пальцем Беру мастихин Палец тоже классный инструмент И я нанесу просто пальцем Добавил субтитры DimaTorzok 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 Подправлю краешки Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok я кстати решила сегодня поработать в перчатках вот на этом этапе потому что руки пачкаются от краски а я работаю очень много и получается что очень часто приходится мыть руки они высыхают кожа сухая очень становится поэтому я наношу крем потом надеваю перчатки когда кожа сильно высыхает бережет кожу от излишней травматизации и перчатки эти очень выгодные недорого стоит и ручки ваши будут нежными всегда конечно это все удобно делать большой кисточкой маленькая вы будете очень долго это делать все ну что смотрите у нас с вами уже поменялся он стала более аккуратным и обязательно еще нужно покрасить боковинки чтобы у нас закончили еще ждет последний этап я нанесу легкую позолоту вы можете этого не делать на ваше усмотрение я просто покажу как это сделать если допустим у вас попала шпаклевка там на краешек изделия можно наждачкой это все спилить старайтесь чтобы не было ничего лишнего на краешках работа нам будет более аккуратно теперь нам нужно опять же время полчаса часик чтобы краска наша высохла можете нанести еще там один-два слоя белой краски я этого делать не буду что мне кажется и так хорошо ну все теперь подождем немножко высохнет белая краска и приступим с вами заготовка высохла и я сейчас покрою ее лепестки вот этим вот таким легким движением нанесу такую вот легкую позолоту это будет у нас такой художественный эффект но вы можете этого не делать мне захотелось проэкспериментировать для этого у меня есть золотая акриловая краска любая любая акриловая краска вам подойдет в принципе золотая можете серебряную взять или бронзовую мне кажется золото есть или серебро вот так вот я ее распределяю нам ее нужно будет немного и хорошо это будет делать вот такой вот кистью тащите на чем более она будет такая старенькая тем лучше что мы для этого сделала так вот на кончике наберем немножко краски посмотрим на палитре как она главное чтобы не жирно ложилась такими легкими мазками я вот так вот набираю ее и от периферии к центру вот так практически горизонтально добавляю вот эту золотинку главное двигаться к центру не наоборот и главное вот сохранять вот это движение как бы направление лепестков кажется вам не видно как получается сейчас я поближе немножко поднесу картину все сразу станет понятно если вам эффект не понравится допустим может также взять белую краску и перекрыть все назад я всегда за эксперименты мне нравится это дело вот отмотать назад вы всегда успеете потому что это не масло крыл быстро сохнет мне кажется такой эффект патины получился так ну что смотрите что у нас вышло видите такие красивые золотые блики появились у работы мне лично очень нравится очень интересно если у вас в интерьере есть золотые детали то такой декор будет очень хорошо перекликаться с этими золотыми деталями ну на этом все подписывайтесь на мой канал буду выпускать дальше всякие полезные видео и переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал там все анонсы все новинки все самые важные новости я обычно выкладываю там вот roe ado купим 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 купим